Добрый день уважаемые подписчики и гости моего канала с вами я Елена Викторовна и сегодня день казанской богоматери какие запреты и приметы в день казанской богоматери осенний 4 ноября бывает я вам сейчас расскажу казанская богоматерь считается одной из почитаемых икон на Руси но что же можно делать а чего нельзя делать в этот праздник каких-то строгих запретов и рекомендаций в этот праздник нет считается даже нормальным если в этот день приходится работать но не по дому не стоит в этот день взваливать на себя без уважительной причины хлопоты по хозяйству если есть возможность перенести на завтра стирку уборку и прочее то сделайте это также в день почитания осенней казанской богоматери не рекомендуется ссориться плакать грустить или сожалеть о прошлом это не время для скорби и уныния это светлый и жизнерадостный праздник когда мы возносим благодарности и почести богородицы вместе с тем прося поддержки и защиты перед ее чудотворным образом в этот праздник принято приглашать к столу гостей друзей близких чтобы разделить с ними пищу обед обычно проводится в непринужденной расслабленной обстановке люди переполнены радостью и хорошим настроением очень хорошо в этот день произносить доброе пожелание родным и близким а теперь приметы если с утра земля укрыта туманом будет тепло если дождь идет скоро пойдет снег если солнце светит ярко зима будет такая же солнечная дождливая погода в этот день является хорошей приметы в народе говорили что это богородица плачет и молится за всех людей она вымаливает у господа бога прощение для людей и просит чтобы им жилось легче чтобы урожай на следующий год был хорошим и не было голода сухая погода 4 ноября считалось плохой приметой если на казанскую не дождя то следующий год будет очень тяжелым а на хороший урожай можно вообще не рассчитывать в этот день многие играют свадьбу ведь согласно поверью кто женится на казанскую тот будет всю жизнь счастливым а вот в путь 4 ноября отправляться не следует считается что человека в дороге могут подстерегать неприятности день казанской богоматери это день семьи день молитв за родных и близких день радости и защиты от бед а еще это чисто женский день молитва казанской богоматери о пречистая владычица богородицы царицы небесе и земли высшая ангел и архангел и все твари честнейшая чистая дева марии миру благая помощница и всем людям утверждение и во всяких нуждах избавления ты если заступница и предстательница наша ты если обидимым защищение скорбящим радование сиром прибежище вдовом хранительницы девам слава плачущим веселье больным посещение немощным исцеление грешным спасение помилуй нас мати божия и прощение наше исполни вся бусуть возможно ходатайство твоему яко тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков аминь сколько бы не было лет нашим деткам всегда хочется чтобы все у них было хорошо они были здоровы и счастливы любимы и удачливы сегодня мы отмечаем день казанской богоматери и именно у нее можно попросить за наших детей и внуков кстати тоже для этого нужно прочитать вот эту молитву и после нее попросите за своих деток или внучат то что нужно своими словами о пресвятая владычица небесная всемилостивая богородица услышь дочь божью хелем прощайся к тебе с искренней верой любовью спаси и сохрани под своим защитным покровом детей моих закрой их от жизненных невзгод и бед укрой их сильной материнской рисой от недругов и зла всякого не позволь моим детям ступить на неправильный путь и свершить грехопадение наполни их души искренней верой в господа и в силу его праве умоли всемилостивого спасителя нашего сына всемогущего твоего простить чадам моим все их прегрешения ведомы и неведомы и посвященные они к незнанию и разумению вручаю тебе пресвятая богородица судьбы детей моих и прошу оказывать им поддержку и быть рядом чтобы уберечь их от всяких жизненных невзгод а если случится непоправимое таку врачу их раны облегчи их душевную скорбь и даруй надежду на светлое будущее пусть под твоим покровом сложится жизнь у детей моих да будет она наполнена счастьем, здравием и всякими благами даруй ей мне пресвятая богородица мудрость родительскую которая позволит благословить чадо свое на дела благие Аминь за детей и внуков нужно читать отдельно а если ребенок или внук один то читаем в единственном числе давайте еще раз все вместе прочитаем молитву о пресвятая владычица небесная всемилостивая богородица услышь дочь божью назовите собственное имя обращающийся к тебе с искренней верой и любовью спаси и сохрани под своим защитным покровом детей моих закрой их от жизненных невзгод и бед укрой их сильной материнской ризы от недругов и зла всякого не позволь моим детям ступить на неправильный путь и свершить грехопадения наполни их душу искренней верой в господа и в силу его праведную умоли всемилостивого спасителя нашего сына всемогущего твоего простить чадом моим все их прегрешения ведомые и неведомые ибо свершенные они по незнанию и неразумению вручаю тебе пресвятая богородица судьбы детей моих и прошу оказывать им поддержку и быть рядом чтобы уберечь их от всяких жизненных невзгод а если случится непоправимое таку врачу их раны облегчи их душевную скорбь и даруй надежду на светлое будущее пусть под твоим покровом сложится жизнь у детей моих да будет она наполнена счастьем здравием и всякими благами даруй и мне пресвятая богородица мудрость родительскую которая позволит благословлять чада свое на дела благие аминь о пресвятая владычица небесная всемилостивая богородица услышь дочь божью елену обращающийся к тебе с искренней верой и любовью спаси и сохрани под своим защитным покровом детей моих закрой их от жизненных невзгод и бед укрой их сильной материнской ризой от недругов и зла всякого не позволь моим детям ступить на неправильный путь и свершить грехопадение наполни их душу искренней верой в господа и в силу его праведную умоли все милостиво спасителя нашего сына всемогущего твоего простить чадом моим все их прегрешения ведомы и неведомы ибо свершенные они по незнанию и неразумению вручаю тебе пресвятая богородица судьбы детей моих и прошу оказывать им поддержку и быть рядом чтобы уберечь от всяких жизненных невзгод а если случится непоправимое так у врачу их раны облегчи их душевную скорбь и даруй надежду на светлое будущее пусть под твоим покровом сложится жизнь у детей моих да будет она наполнена счастьем, здравием и всякими благами даруй имя пресвятая богородица мудрость родительскую которая позволит благословлять чадо свое на дела благие аминь с праздником вас дорогие друзья мира нам всем и добра подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии спасибо 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 спасибо